Никто не предупреждает и заходит. И поэтому принять сразу не сможешь даже. Добрый вечер, Владимир Владимирович! Так, кто такой? Откуда все называете вслух? Станислав Андреевич, Охременко, город Горноалтайск, республика Алтай. Мы с вами ни разу не беседовали? Нет, ни разу. Вот я полон впечатления, что контакты ваши нашел, позвонил. Давно хотел, как говорится, пообщаться с вами. Ну, слава Богу. Слава Богу. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против, я знаю это. Ну, все тогда говорите. С чем могу быть полезен? Игнатий Тихонович, вот такой вот вопрос по крещению. У меня двое детей. Старший мальчик, младшая девочка. У меня вот одному семь лет, а дочери два с половиной годика. Мне вот покрестить их надо. Ну вот, значит, я вам сразу же говорю, это после 7 июля или 7, если на воскресенье. Я внизу вам потом скину, вы зайдете материал. Что нужно для этого? Хорошо. И вот такой-то еще вопрос. Недавно заезжал в церковь, вот, в Преображенской здесь у нас, и узнавал, крещение оказывается платное. Вот. И я вот возмущен, как бы, вот как вот уверовать в Бога, уверовать в Бога, и за это нужно платить деньги. Вот. Я вот не могу себе найти ответа. Как вот так вот? Это смертный грех, симония называется. Симон Волф хотел купить благодать у апостолов. Вы понимаете, что священство надо содержать, поэтому скажите так, ну, если бы где-то было, что помочь там можете как-то, или дать деньги на строительство, но никак, чтобы это не было связано с крещением. Вот. Тысяча рублей стоит крещение. То есть, мне две тысячи нужно заплатить, еще сказали, что свидетельство о крещении там сколько-то, рублей 15, либо 50 рублей стоит. Ну, сказали, что эти деньги идут на пожертвование. Разве так можно, что вот фиксированная такса, фиксированная сумма, это пожертвование? Ну, обман везде. Ладно, они об этом не будем говорить. У нас этого нету. У нас ничего нет. У нас тарелка не ходит, торговли никакой нет, ни за какое танце не платится ни копейки. Ну, у нас платится десятина. Она все покрывает. И уголь, и все. Вот я так думаю. Я тоже придерживаюсь, как бы, этого, этих рамок приоритета. Только детей покрестить надо, или вы сами готовитесь? Ну, я сам вообще крещеный. То есть, меня крестили. Ну, в полное погружение? Ну, как бы было погружение. Ну, я маленький был, я не помню, но у меня бабушка. Если не знаешь, что шестой вселенский собор, восемьдесят четвертое правило говорит, непременно прими крещение. А это не знаешь. А я думал, а уже все, дверь закрыта. А если я был крещен, а там, говорит, тащи, не крещен. Оно тебе никак не помешает. Знаете, я... Как бы сам хочу покреститься. Так, сразу, внешне. Мы с бритами дел не имеем. Бритвы сегодня же в области. У меня борода, как бы, и не растет особо. Нет, 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 нет. Вы бреетесь все равно. Она какая растет, там, как у Савы, там, клочками, говорит, или как. Это Бог делает. Борду-то, брови Бог же дает это нам. Ага. То есть, как обед, да? Противление Богу. Не трогать бороду. Это определенная щетка. Хорошо. Бородобритис у нас не будет крещеный. Да и вы будете стоять, вам зачем это нужно? Вы иконы обойдите по храму, посмотрите, кто бритый, канонизирован. Пророки, апостолы, Христос, все с бородой. Да. Это мужики-подкаблучники, они такие все. Борода – это знак моей власти и возраста. Хорошо, я это услышал у вас. Да, это обязательно. Игнатий Тихонович, и вот насчет крещения-то. С чего мне вообще бы начать? То есть, вот по-настоящему покреститься? Вы находитесь в Горно-Алтайске? Да. Еще сказать, с чего. Ну, я могу выставить вам приблизительные вопросы где. А вы к нам подсоединитесь, я вам скину сейчас, как поговорим. У нас идут занятия, три раза в скайпе, вот здесь же. Я, знаете, скайп-то вот сейчас только скачал, как бы особо-то даже и не это… Да скайп-то самое удобное, ни деньги, ни платить ничего, ни копейки. Угу. Я вам скину тогда, и вы будете знать, какое время. И с нами можете так. Иногда можете приехать. Повторяю, борода, чтобы не тронуто было. Хорошо. Сами были с поясом. Пояс, поясок какой-нибудь вот так вот был. Больше ничего нет. Вы не курите? Нет. Нет. Ну вот видите, уже хорошо. Конечно же, должен быть человек трезвый не пить. Ну я вам выбор, вот это, сброшу тайное, если сказать, отданное-то, и вы увидите как. А вот, Игнатий Тихонович, еще вот такой вопрос. Вот по вашим Библиям, то есть, как-то можно приобрести? Вот это у меня с сегодняшнего дня теперь только все книги. Книги, которые трехтомник, они входят в общее. У меня получилось так, что больше тысячи только раздало. Терра, что тысяча. Ну и новый завет с толкованием полный. Это мы отдельно издали. Поэтому с сегодняшнего дня у меня полный комплект только, полным комплектом. Это 38 табов разных книг. Отдельно уже не даю и не продаю. Сегодня последний заказ в Белоруссии был, но они там еще пять книг берут. Игнатий Тихонович, еще вот такой, конечно, вопрос. Я хочу сейчас по постам поститься. Вот я хочу вот прям начать поститься. Я вам скину данные наших ресурсов. И там в скайпе, не в скайпе, а на сайте, есть книга моя, называется «Кислово православие». И вы ее можете потом приобрести. Она отдельно идет, потому что дополнительный тираж мы запустили. Там на дате книга 40 лет работал. И там о посте, определенная страница, о посте все сказано. Какие посты, когда, как себя вести, все абсолютно. Более подробного материала трудно найти вообще в интернете. Я вам это скину. А, Игнатий Тихонович, а вот так вот с вами вообще можно встретиться? Ну вот, когда борода будет, тогда встретимся. А каких размеров? Ну, каких? Ну, хотя бы недели две-три, подождите. Подождите с Рождества. Рождества, после Рождества. Нет, вы не прикасайтесь. Просто не смотрите на это. Ты больше тратить меня. Тебя глаза есть. Ты же реснички не подстригаешь, брови не бреешь. А почему ты решил усы бороды трогать? Это неверно. Это называется блудодейная ересь. А у нее неприятное название. Это женщины, две мамы в доме. У вас что-то там свет сзади горит. Он сильно вас... вот так. Знаете, у меня... Я в предбаннике сижу. У меня дома связь плохая. Плохо ловит интернет. Вот пришлось как бы выйти... А кто у вас в горно-алтайской священии? Как звать? Не Георгий? Ой, Ростислав. Вот в Преображенском. Знаете, я вот честно вам скажу. Я вот не хожу. Не хожу в... А жена как у вас? Ну, она не против. Она у меня некрещенная. Когда придете, с женой придете, с ребятишками, чтобы мы заранее ознакомились. По форме женской. Видите, как у нас одеваются люди? Да. Два платка, как хиджаб. Два платка. Это русская форма. Платье было, чтобы не больше десяти сантиметров от пола край подала. Все это увидите. Обязательно, чтобы были с женой. А одному, как поверишь вам, один как разбойник. А когда путешественники разные были, жена и дети. Ну, вот я как бы за это и это... Договоритесь, выберите все время это и приедете к нам на рождественскую ночь. И у нас тут концерт будет. Вы сразу войдете как бы в коллектив. Детский концерт готовится. Детям будет очень интересно. Если есть какая аппаратура, снимать фотографии. У нас все свободно. Берите с собой. Можете фотографировать, снимать. У нас свободно. Мы до этого еще должны тогда один раз встретиться. После Нового года. Там уже неделя остается до Рождества. Вы заранее начните готовиться. Чтобы до кистей закрыта была грудь. Нигде не видно было. Вот как вот у меня вот она рубашка есть. Вот так уже у женщины, у мужчины. Нигде, чтобы ничего не было видно. Это... Ну, вы в армию идете, вы же не спорите, что надо застегнуть. Ну, исти как. А это воинство Христово. А не так, что у меня сердце. Какое сердце, то есть, ты гнилой весь. Ты сначала надо видеть себя в порядок. Вот в армию берут, первым делом переодели. А потом все остальное. А потом в ущепки будешь. А потом прыгать на ощупь, стрелять. Так и здесь. Придеть себя в порядок. У нас в храме полная тишина. Не ходить, не шептать, не покупать. У нас ни с чего. С тарелкой не ходит. Ни свечи, ничего не продается. Сколько нужно, батюшка поставит. Заранее покупает воск. Свои сестры льют свечи. Чисто восковые. А в церкви они разные. Синяя, зеленая. Это мерзость перед Богом. Даже в самом малом мы должны быть верны Богу. Вот и готовиться к окрещению. Дети, чтобы занимались. Ну, тут вам программу дадут. А вы увидите, посмотрите. Так, примерно настраивайся на это. Ну-ка, бритвы сегодня же выбрось. Шнур отрежь. А я уже недели две не броюсь. Ну, вот как раз будет это к Рождеству Христову. Вы на нашем Ютубе на нашем-то бываете? Смотрю, бываю. Ну, вот вы увидите, как. Может, завтра вы увидите наш разговор. Ну, и слава Богу. Да. Нам скрывать нечего. Мы, ну, не преступники. Поэтому у нас все открыто. Сейчас много вопросов мне помогают. Сразу 11 помощников у меня явилось. Я эти годы молился и молился. Дай мне помощников. Господи, работа непосильная. Потому что 4124 ответа я даю студентам. А теперь из каждого ответа сделать файл. И уже начали работать. И вот как зайдете на наш... Я скину вам сейчас данные сразу на Ютубе. И вы увидите. Какие вопросы идут, под какими картинками. Вопрос-ответ. С чем связано? Там название дается. Хорошо. А Игнатий Тихонович, она же с детственской ночи, это с 7... С 7 января Рождество будет. Значит, надо приехать вводить 6. Я перед этим еще узнаю. 6 у нас во сколько служба будет. Вот. И концерт идет. Тут дождетесь утра. Сразу ночью у нас после богослужения трапеза. Поужинаем, позатракаем, разговеемся. И все. А там как мне найти адрес или что? Я вам потом дам, скину здесь внизу. На телефон мне не звонить. Не звонить, потому что на меня очень многие идут и нехорошие люди, безобразующих по телефону, поэтому стараюсь не давать. Я живу здесь, в центральном районе, меня легко искать. Я скину вам данные. Хорошо. Никуда не отходите. Как поговорим, в скайпе здесь я сразу вам скину. Хорошо. И вы тут получите почти полную программу. Вами будут заниматься. Готовить. У нас готовятся сейчас некоторые как крещения. И вы готовьте всей семьей. Сколько у вас ребятишек? Двое? Трое? Двое. Двое. Мальчики, девочки? Мальчики, девочки. Какой возраст? Мальчику семь лет. Девочке два с половиной года. Ну это маленькие. А вы знаете, что мы строим православную деревню? Нет, не слышал. Она одна на всю Россию такая. Так что летом можете приехать. Вы где живете? Прямо в Горно-Алтайске? Там в Горно-Алтайске, можно сказать, в центре. Вы можете приехать потом, если так все у нас будет нормально, по-честному. И тогда можете приехать всей семьей. Мы отдельно вам дадим домик, где находиться там еще стоит, где это там можно будет договориться. И купаться, и работать, и все будет занятие идти. Это хорошо? Это и... За неделю перед крещением. Ага. И вы неделю будете жить. Если я не ошибаюсь, это, однако, потеряевка, да? Да. Слышал, слышал. Да, Игорь Тихонович, слышал, значит, я. А быть в виде другое. Я вам скинул один, который в Потеряевке был, он из Казани. Он прижал с отцом, с женой крестились. Я сейчас только посмотрел его ролик, он составил сам. Вячеслав Семенов называется. Очень умный человек. Господь мне дал помощника в его лице. Щетки с такой... Приехал туда на работу, домой-то вернулся. Он в аэропорту работает с людьми, там посадка. И начальство насело на него, чтобы бороду избрил. Потом согласились, чтобы маленько подровнял. Он ни одна волосинки не тронет, говорит. Ну и начались юристы, там начали совет давать. И отступили от него. А то только давай заявление, добровольно уходишь. А он говорит, тут мусульман много, Казань, это Тарсан. Казань. И... А я похож на мусульмане, а там много мусульман. Так они ко мне лучше относятся. Когда что-то не ладится, там я подскажу. И все стали. Все стали молиться за него. Я его, вот как он приехал сюда, как дорогой ехал, я вам скину этот ролик его. Посмотрите всей семьей. Хорошо. Не понравилось, может, потому что это такая красота, не выскажешь. Хорошо. Еще такой вот любопытный, интересующий вопрос. Никита Колесников-то как хоть он? Он уехал на Украину, в Борисполе, там у него ведет занятия по интернету. Ну не зря он у нас пять лет был. Но теперь он поехал домой тридцать лет, а вот после тридцати в армию не берут. Он на войну не попал, он пробыл пять лет как раз, которые могли его дома забрить. Ясно. Ясно. Ну я все понял вас, Игнат Ильич. А потом как с вами еще связаться только по скайпу? Только по скайпу. Одни и те же условия. В следующий раз по скайпу будешь с женой, с ребятишками. Хорошо. После Нового года, может быть, на второй день, уже примерно 2 января, посмотришь, как там. Какой день будет, какое время, там договоримся. Вот в это время, сейчас я не знаю, сколько у меня тут, блин, гляну, по-нашему. Восемь. Это уже, да, еще как раз, вот, как вошли в это же время. Можем уже договориться, 2 января. Хорошо, я вам наберу вместе со всей семьей. Да, да, вот так, в это время. Но надо посмотреть, в это время, что за день какой. Если среда, пятница или воскресенье, 3 дня идут у нас занятия, я вам скину. И вы можете присоединяться. Утреннюю у нас молитва идет, но в одно время с нами на молитву становитесь. Во, во, на молитву утреннюю. Мы молимся к нам, отобсюду есть из Германии. Вот в прошлом году крещение принимали из Германии, приезжали из Ливана. Ливан. А где-то были из Франции, других там, Белоруссия, Украина. Это так же все по скайпу, да, получается? Все по скайпу, это удобная система, спокойная здесь, можно говорить, скидывать друг к другу большие материалы, легко скидывать пачками фотографии. Ну, вы все увидите здесь, где занятия у вас идут, на занятия войдете, а там сейчас, которые мне люди помогают, они выставляют вопросы. И вы все можете сразу смотреть. Вы попали прям в сердцевину библиотеки нашей. У нас очень богатый материал. У меня 18 260 роликов. Это даже 9 тысяч взять пополам, поделить, и то в интернете нигде нету. Это Господь так сделал. Ну и тут у меня сайт есть, там все книги мои, все это посмотрите. Вы кем работаете-то? Я в республиканской больнице работаю, рентген-лаборант. У вас это образование медицинское? Да, среднее. Так а что на рентгене, вам не вредно там? Ну, вредность есть, конечно. Да как давно вы уже работаете-то? Шесть лет уже. А нельзя ли вам переменить работу? Да вы знаете, думал, но даже не знаю куда. Ну вы обдумайте, помолитесь, шесть лет этого критически уже, это очень вредно может быть. А заболеешь, рак, и ты ничего уже не сделаешь. Немного, как-то там, не думай, что ты, а, я вот здоровье молодое, а там все откапливается, вся радиация. Я просто говорю вам, чтобы подумали этот вопрос. Ну за что? Подумать, там может быть где-то что-то работает, кто-то где-то как-то, и, ну, короче, надо на месте смотреть. Я вот строитель, так мне было легко, и даже сейчас, вот мне 81-й год, я могу пойти на любую стройку, устроить, и прорабам, и. Если вопросов нет, будем расставаться. Хорошо, Игнат Тихонович. А сколько лет сейчас? Возраст, какой у вас лет? 28. 28, ну вот это, ну слушай тогда внимательно. Будем говорить, когда будем скидывать все материалы, внимательно смотри, выбирай время, не так, что некогда. Мы встаем всегда в 4.40, постепенно переходи на этот режим. Утренняя должна быть полная молитва, у нас молитвы каждый день, кроме воскресенья. А воскресенье мы в храме. Вы знаете, что у нас, какой, митрополит на Алтае? Нет. Митрополит Сергий. Он над Горным Алтаем, он один митрополит. Да вот к нам в Потеряевку он приезжает. Вот я сейчас сижу в Барнауле, он и сюда у нас вместе со священниками приезжал, служили. До этого были очень сложные отношения, против нас был тогда епископ. Его убрали, а этого прислали, он как отец родной. Вот Бог как делает, как мы перетерпели все, а теперь мы вместе. Это очень важно. На душе мир, покой, мы за него молимся. Мы патриаршую церковь не зазираем. Не так, что патриарх, у него дача, он такой. Не моего ума это дело. Если неправильно поступает, не учит народ, вот оно другое дело. Ну все, пока. Все, хорошо, Игнат Тихович. Так, не худо, сейчас только сидите здесь, я вам буду скидывать материалы. Хорошо. 2 января я вам сегодня встретлюсь с нами. Чтобы я вас не видел во всей красоте. А на той неделе, там 2, через 5 дней, даже меньше, через 4 дня вы уже приедете. У нас есть машина поставить. У вас есть твоя машина-то? Есть. Вот, у нас большой двор, я тут покажу где. Я судился, когда освобожден, был за слово Божие сидел, реабилитирован, и тогда судился 11 лет. И процесс Господь позволил выиграть. А рассчитываться было нечем у государства. У меня фанатеха большая была, я 50 книг насчитал и распространял по стране. Ну и тогда решили уже рассчитаться со мной недвижимостью. И 2 домика отдали, и 30-13 соток земли. Очень хорошее место, удобное, сухое, ну просто удобное. Господь взял так. А тут был мэр в Барнауле, в Баваре, он погиб. У нас были очень хорошие отношения с ним. Он приехал и все передал. Ну все, Станислав, с Богом. С Богом. Храни вас Господь, не отходи, только все, отхожу. Хорошо. Да, освящайте.